Привет! Осталось всего несколько дней до Нового года, и по традиции я записываю видео «Как стать тестировщиком в 2024 году», где расскажу вам о последних трендах в обучении, в поиске работы, в поиске опыта своего самого первого, и, конечно же, про постоянное развитие тренда, потому что мы не должны забывать о нем, даже если мы закончили обучение на каком-то из курсов и получили какие-то первые фундаментальные знания в области тестирования. Давайте начинать. И сначала я хочу вам рассказать про обучение. Конечно же, не сильно что-то изменилось. У нас есть два формата — это бесплатное и платное обучение. Обычно бесплатное обучение — это самообучение, где человек сам должен находить информацию, сам должен выполнять домашние задания, сам должен давать себе обратную связь, и, скорее всего, бесплатное обучение не подразумевает именно какого-то фидбэка со стороны преподавателя. Платное, конечно же, обычно расширенное обучение, об этом тоже сейчас поговорим. Что касается бесплатного обучения, я думаю, что вы все находитесь сейчас на платформе YouTube и знаете, что здесь много классного образовательного контента, в том числе на этом канале по тестированию, и вы можете находить как отдельные курсы, так и уроки по тем технологиям, которые вас интересуют. Поэтому мы, конечно же, пользуемся этой площадкой, и я сам активно что-то изучаю дополнительно здесь, прежде чем выбрать для себя какой-то платный формат. Есть платформа Stepik, она больше для России, для русскоязычных товарищей, но также можно, в принципе, регистрироваться из Беларуси, к примеру, из Казахстана, вообще во всех странах, где говорят на русском языке. И вроде в Украине эта платформа заблокирована, но с VPN, наверное, можно смотреть те же самые курсы, и там тоже есть огромное количество бесплатного материала по тестированию, уже с тестами, с заданиями, когда-то даже дает обратную связь. Есть платные форматы, бесплатные форматы, но мы сейчас говорим именно про бесплатный формат, и если вам интересно, вы можете тоже найти мой курс по тестированию на этой платформе. Там очень много уроков, все уроки с YouTube, плюс есть тесты, задания, практика, есть большое количество дополнительного материала. В общем, в этом году я постарался оформить классный бесплатный контент, который можно смотреть, и, в принципе, при большом желании можно самостоятельно изучить тестирование, не нужно вам платить за это деньги. И, конечно же, есть другие источники, то есть есть большое количество авторов, есть большое количество даже компаний, которые бесплатно размещают свой контент. Интересно, что если мы говорим про какие-то компании, то чаще всего это просто как демо-версия, какая-то часть курса, и все равно придется что-то покупать дополнительное, либо это сильно урезанная версия. Но могут быть какие-то крутые авторы, которые тоже делают на своих платформах, на своих сайтах образовательный контент. То есть здесь уже просто открываете Google и пытаетесь что-то найти, само собой изучая параллельно отзывы на все это. Почему я в целом рекомендую начинать всегда с бесплатного контента? Потому что тестирование подходит далеко не всем. Условно, мы привыкли слышать, что тестировщик – это самый простой вообще вход в IT, и сюда каждый слепой, хромой, глухой, кто угодно может войти без знаний, без ничего. Но когда люди начинают изучать что-то, конечно же, возникает ощущение и в целом понимание, что им сложно в этом направлении. Хотя казалось бы, да, тут так все просто. Но на самом деле это далеко не так, об этом я уже много записывал контента, поэтому не буду останавливаться долго. Поэтому я рекомендую всегда начинать с бесплатного контента, смотреть, зайдет вам он или нет. Особенно если, к примеру, это какая-то большая школа, если у них есть бесплатный контент, вы уже будете понимать, по подаче материала стоит ли покупать дальше. Если это автор, тоже бывает так, что у него есть бесплатный материал и платный материал, вы тоже можете послушать его подачу, послушать в целом, как он рассказывает, какая у него экспертиза, сделать какой-то свой предыдущий анализ. И если все ок, тогда уже покупать платные альтернативы. В принципе, у меня тоже есть платные курсы, их можно приобретать, если вам интересно. Они отличаются от степика, от ютуба. В общем, можете тоже изучить у меня на сайте, вся информация там есть. Поэтому начинаем с бесплатного. Еще классно всякие марафоны можно проходить. То есть есть там марафон IT-профессии, к примеру, какой-то. Они тоже обычно бесплатные, где вы можете условно за один урок понять, чем занимается разработчик, тестировщик, PM, и из этой всей массы специалистов выбрать то направление, которое вам интересно. Это тоже такая приятная, мне кажется, альтернатива. Не альтернатива, а в целом приятный такой бонус и входная точка, чтобы понять вообще, что вам интересно. Плюс прохождение каких-то профориентационных тестов, либо встреч с менторами, возможно, которые тоже помогут вам разобраться. Вы вообще подходите к этому направлению. Стоит ли вам начинать что-то и с чего можно начать это обучение? Поэтому бесплатные мы, конечно же, помним. И есть платные альтернативы. В отличие от бесплатных, обычно это структурированные курсы, где есть менторы, где есть кураторы, где есть большое количество домашнего задания, есть практика, очень часто на околореальных проектах, есть, что еще есть, наверное, самое основное. Иногда бывает помощь в трудоустройстве, стажировки, которые предоставляет школа при компаниях и так далее. То есть есть какие-то дополнительные плюшки, и в принципе люди платят за это деньги, чтобы получить комплексную услугу под ключ. Поэтому я не вижу ничего плохого, если люди занимаются платно и получают информацию оттуда. В отличие от бесплатных альтернатив, это бывает более эффективно. Но, честно скажу, можно найти работу и когда вы самостоятельно учитесь, и когда вы бесплатно учитесь. И нужно понимать, что это, наверное, самое простое вообще, что вас будет ждать на вот этом пути становления тестировщика, найти обучение и пройти его. Далее начинается самое сложное, это поиск работы, но об этом чуть дальше. Что касается платных различных вариантов, которые могут быть альтернатив, это большие школы, я думаю, все наслышаны о каких-нибудь Кикбрейнсах, Отусах, Гилеле в Украине, там, что там, образовательный центр ПВТ в Беларуси и так далее. То есть есть большое количество платформ, которые являются образовательными платформами, образовательными школами, выпускают огромное количество студентов. Я не буду сейчас говорить про качество этих платформ, про то, что это сильно там агрессивный маркетинг и так далее. Каждый выбирает для себя тот формат, который ему интересен. И условно вы должны тоже понимать, еще раз повторю, что это не панацея. То есть школа, обучение не дает вам билет в лучшую жизнь и сразу трудоустройство. Трудоустройство это отдельно. То есть мы отдельно рассматриваем его, и мы должны понимать, что это все уже от нас будет зависеть, найдем мы работу или нет, и что мы должны для этого делать. На большие школы риски, я говорю, что бывает такое, что очень много людей на потоках, там по 100-200 человек, может быть, даже на потоке. Бывает так, что реклама говорит об одном, а в итоге вы получаете совсем другое на выходе, когда вы учите в этой школе. Поэтому очень внимательно подходите к выбору, изучайте отзывы, изучайте публичную оферту, которая есть на каждом ресурсе. Кто-то про нее постоянно забывает и просто покупает курс, потому что классная реклама. Но на самом деле все далеко не так радужно, и бывает так, что вы и деньги сможете вернуть, и в целом очень неприятные истории кабальные могут быть в условиях той или иной школы. Что касается авторских курсов, я бы для себя выбирал именно их, потому что вы приходите к человеку, который является проверенным экспертом, опять же, это нужно вам проверить, чтобы он действительно работал, который практикует, который, скорее всего, набирает не такое большое количество людей, то есть там группы, может быть, 10, 20, 30, 40, максимум 50 человек, наверное, на таких авторских курсах. Вы ему доверяете, он отвечает за репутацию того, что он делает, и, условно, обычно вот эти вот ламповые форматы, они более удачно заходят. Опять же, вам будет больше внимания, больше обратной связи, скорее всего, но здесь нужно тоже проверять, потому что как среди больших школ есть нормальные и хорошие, так и среди авторских курсов бывают плохие форматы, ну и бывают, конечно же, толковые. То есть здесь мы все проверяем, изучаем, смотрим. Но я, например, стараюсь сейчас выбирать авторский формат обучения перед какими-то супербольшими известными школами, которые существуют на рынке. Это что касается обучения, то есть выбираем обучение по тому направлению, которое нам интересно. Я ручной тестировщик, поэтому в целом мы говорим про ручное тестирование сейчас. Этот подход, как бы он работает для всех направлений, вам все равно нужно будет проводить какой-то анализ и работать с этим. Далее, закончили мы обучение, то есть мы сформировали какой-то пул знаний. По поводу пула знаний, по поводу дорожной карты развития тестировщика, что вообще вам нужно знать, посмотрите у меня отдельное видео на канале, которое так и называется «Дорожная карта для развития тестировщика». Там есть вся необходимая информация для новичков, что вам нужно изучить, чтобы сейчас претендовать на позицию интерн либо джуниор-специалист, то есть начинающий. Потом начинается у нас поиск работы. Что касается поиска работы, есть разные варианты тоже, что мы можем делать. И я сюда разместил не только как бы классические подходы, но и то, что вот в последнее время, последние несколько лет стало популярным и тоже помогает найти работу, так как обычный отклик на вакансию не работает на 100%, как это было раньше. Есть пассивный поиск и активный поиск. Я, по крайней мере, так для себя его разделяю. Пассивный поиск — это просто создать резюме на каком-то агрегаторе вакансии типа HeadHunter, Genie, Dev.by, либо там прация.by, работа.by и так далее. Вы создаете резюме, размещаете его, и все, он там у вас где-то находится в топе, не в топе, периодически его обновляете, он там повышается и так далее. Рекрутер, там человек, который ищет специалиста себе в компанию, к примеру, ищет вас по ключевым каким-то словам, находит, изучает ваше резюме, если вы им понравились, тогда делает как бы вам приглашение о том, что давайте мы с вами поговорим, там делаем первичный скрининг, либо тестовое задание, может, вы выполните и так далее. Это как бы самый простой способ, как можно, в принципе, заниматься поиском работы, но это самый неэффективный способ. Помимо агрегаторов вы можете размещать также информацию в сутитях, то есть, например, в Телеграме найти каналы, где размещаются резюме, либо, условно, просто искать каналы по этой теме и писать, что вы такой классный специалист, возьмите меня, пожалуйста. То есть, условно, это тоже может работать, но говорю, что это не суперэффективная история. Поэтому нам нужно заниматься активно, конечно же, поиском работы, и всегда вы должны понимать, что поиск работы это тоже работает. Уже фраза стала крылатой, я слышал ее недалеко от одного человека. То есть, мы должны выделять на это время, разбираться со стратегией поиска работы и думать, как мы наиболее эффективно сможем показать рынку, что вы вообще существуете, что вас нужно взять в компанию. Опять же, самый очевидный простой вариант, у нас есть агрегатор вакансии, где вы можете разместить свое резюме. Также есть сами вакансии, открытые предложения, где вы можете сделать отклик. То есть, делаем там отклики, согласно тому, что есть в резюме. Если есть возможность ваш резюме каким-то образом адаптировать конкретно под эту вакансию, то вы ее адаптируете и делаете максимально похожей на то, что есть в описании самой вакансии. Об этом я тоже неоднократно уже говорил. У меня на канале есть эфир недавний, наверное, в этом году я его записывал по разбору резюме. Я там очень много делаю акцентов конкретно на том, как нужно создать резюме, чтобы оно подходило под видение рекрутера и нанимающей компании. Поэтому обязательно смотрим и записываем всю важную информацию и редактируем свое резюме. Далее это делать отклики на сайте компании. Тоже не все про это знают почему-то, но вакансии размещаются не только на сайтах самих агрегаторов, но есть еще отдельные сайты компании. Обычно есть вкладка «Вакансии», где можно посмотреть, что есть. Это открытые вакансии. Конечно, самый очевидный, понятный вариант. Вы заходите на сайт компании, открываете вакансии, там есть вакансия тестировщика, вы соотносите описание вакансии с тем, что вы можете предложить, со своим опытом, например, откликаетесь. Окей, тоже профит, это тоже несложно. Но вы должны понимать, что есть большое количество закрытых вакансий, либо внутренних вакансий, которые закрываются не силами, к примеру, рекрутерского отдела самой компании, но нанимают каких-то сторонних, какие-то сторонние агентства, сторонних рекрутеров, которые тоже ищут специалистов. И вот вам было бы классно попасть тоже в этот внутренний набор. То есть поэтому, что мы делаем? Если мы заходим на сайт вакансии, в компании, видим вакансии, где нет тестировщиков, ну вы понимаете, что это эти компании, скорее всего, там работают тестировщики, они иногда нужны, находите условно почту либо рекрутера, либо HR-менеджера, либо в целом там есть инфа, что-то там компании, пишите туда, что я такой-то, такой-то, условно начинающий тестировщик, у вас там классная компания, она мне понравилась тем-то, тем-то и тем-то, я могу предложить и это, и это, может быть, у вас есть открытые вакансии для тестировщиков, там рассмотрите меня, пожалуйста. Это тоже рабочий способ, потому что часть вакансий, их просто не видно. Не забывайте, пожалуйста, про это. Что сейчас является наиболее действенным, мне кажется, способом, который может там привести к хорошей конверсии, то есть условно, чтобы вас там видели, открывали, приглашали и так далее. Это, конечно же, нетворкинг, это налаживание полезных сетей, связей, и вы можете посмотреть, у меня видео отдельное про нетворкинг есть, я недавно записывал, либо же просто парочку советов, что вы можете делать. Есть классная сеть LinkedIn, она в России заблокирована, но продолжает успешно работать, там все равно найм сотрудников происходит, и все равно там есть и крутеры, нанимающие менеджеры, тестировщики, то есть это социальная сеть, в первую очередь, для общения и налаживание каких-то полезных контактов. Короче, заходим туда, регистрируемся, есть способы регистрации в России, можете погуглить, как это сделать. Регистрируемся и начинаем создавать сеть своих контактов. Рекрутеры, тестировщики, нанимающие менеджеры из других компаний, каких-нибудь из новых компаний, не бойтесь им писать, то есть условно, видите рекрутера, который может быть даже сейчас не ищет специалиста, либо вы знаете, что открыта вакансия, и вы там откликались на нее, и вам нужно еще раз напомнить о себе, чтобы знали, что есть такое существует, например, Артем, который ищет работу сейчас, напишите рекрутеру, привет, я такой-то, такой-то, вот откликался на такую-то вакансию, можете меня, пожалуйста, рассмотреть. Условно, у вас сейчас нету открытых вакансий, как мы делали, с закрытыми вакансиями внутренним набором, нет открытых вакансий, типа рассмотрите, может быть, меня там условно, может, вам нужны тестировщики, либо добавьте меня в базу на будущее и так далее. То же самое можно делать с действующими тестировщиками из других компаний, можно писать, ему спрашивать, привет, там у тебя классная компания, условно, сейчас нет ли у вас найма какого-то сотрудника, либо что ты можешь прикольного рассказать, потому что я там, к примеру, попадаю к вам на собеседование. То есть налаживаем вот эти вот все профессиональные связи, и это тоже когда-то может вам помочь. Нанимающий менеджер, тоже там лиды и так далее, пишите, не стесняйтесь. Условно, если вы напишите и вам никто не ответит, ничего страшного же не произойдет, я думаю, да, и есть большая вероятность, что все-таки вам ответят, потому что именно такого не ожидают от обычного соискателя, который просто сидит на сайте-агрегаторе, откликается на вакансию, либо ждет предложения от компании. Поэтому пробуйте разные такие способы, я знаю несколько случаев за последнее время, когда люди как раз-таки с помощью нетворкинга находили работу. Что еще можно делать? Ходить на конференции, к примеру, на митапы, в целом ходить на какие-то встречи, может быть там тестировщики организуют для тех, кто хочет только попасть в эту профессию. То есть вам нужно наладить вот эти вот связи, чтобы они у вас были и про вас там условно помнили. И просто сидеть на месте нельзя. То есть надо что-то делать. Так как тестировщик товарищ достаточно коммуникабельный, то это наш навык основной, общаться со всеми, со всеми участниками процессов, со всеми командами, со всеми отделами, то вам нужно тоже тренировать этот навык и работать с ним. Окей, то есть мы с вами разобрали обучение, поиск работы, но есть еще тоже один такой камень приткновения. Сейчас большинство компаний все-таки требует от соискателей наличие какого-то опыта. И этот опыт тоже нужно где-то брать, и чтобы он у вас был указан в резюме, и чтобы условно вы отличались от другой серой массы, назовем мы так, у кого опыта нет, не обижайтесь. Но условно, когда у вас есть опыт работы, это сразу открывает для вас очень много дверей и больше возможностей, потому что без опыта, как я уже сказал, очень мало кандидатов как бы рассматривают и берут на работу. Поэтому давайте смотреть, что у нас есть с опытом и как мы можем его получить. Конечно же, это стажировки, то есть условно перед тем, как попасть в какую-то компанию, часть компании организует стажировки, где она готовит стажеров, стажирует их, дает какое-то базовое представление о том, как устроены процессы внутри компании, вы скорее всего будете работать на учебных проектах самой компании, которые похожи на те, которые используются в самой компании, вы будете разбираться во внутренних процессах, в процессах обучения, развития, в процессах тестирования, которые есть в компании и так далее. То есть это золотой вариант, если вы пойдете на такую стажировку, Особенно если это при компании, в будущем стажеров трудоустраивают. Конечно же не всех, обычно бывает так, что есть первичный этап отбора, когда там условно 100 человек приходит, выбирают из них 10, потом из этих 10 вы проходите стажировку, из этих 10 выбирают там несколько человек, которые попадают в штат в зависимости от их там показателей ключевых эффективности, к примеру. То есть это тоже нужно понимать и за такие возможности нужно хвататься. То есть это золотой вариант, когда вы попадаете в компанию, где вот есть такая стажировка. Очень часто стажировки бывают бесплатные, за них не платить деньги, то есть вы проходите там эту стажировку, получаете свой опыт и уже после того, когда вы попадаете в компанию, вы уже получаете какие-то деньги с нее. Тоже нужно быть очень аккуратным, потому что часть стажировок предполагают еще какие-то дополнительные условия, то есть условно вы проходите стажировку, там учитесь несколько месяцев и вы должны отработать на компанию, потом еще год-полтора без повышения условно зарплаты, к примеру, либо с фиксой какой-то зарплаты. То есть там достаточно такие очень жесткие условия в плане работы и самое главное, что такие договора могут предполагать то, что вам нужно обязательно отработать. Если вы не отработаете, то вам нужно будет заплатить неустойку там в размере, к примеру, 5000 долларов, самое такое, мне кажется, популярное, что я слышал. То есть тоже нужно быть к этому готовым, потому что компания по сути тратит на вас деньги, тратит время и так далее. Можно понять компанию, но с другой стороны я не люблю, когда есть такое условие, но это уже не мне судить, но я вас предупреждаю, потому что часть компаний даже об этом вам не скажут, поэтому внимательно читайте договора, которые вы подписываете, там трудовые, это называется учебные обычные договора при стажировках, и обращайте на это внимание, про стажировки тоже есть отдельный эфир, но на канале с Оксаной Мельниковой мы там обсуждали все эти тонкости, я писал неоднократно посты на эту тему, так что можете поискать, почитать. Есть еще стажировки, за которые тебе платят условно, как я говорил, при компаниях вы приходите и вам платят зарплату, небольшую, но платят, то есть это тоже неплохо. И есть стажировки, за которые ты платишь, то есть мы отталкиваемся от того, что мы не нашли стажировку при компании бесплатную, либо за которую тебе платят, и есть сейчас как бы посредники, не то что посредники, есть вообще платформы, где можно получить свой первый опыт, заплатить денежку за это, там можно полмесячные, всякие подписки, месячные, трехмесячные и так далее, получаешь свой опыт, ты можешь его добавлять уже в резюме, как около коммерческие, и он условно у тебя уже там фигурирует, и с ним уже будет проще искать работу. Тоже это вы должны все понимать, что есть такие возможности, и в целом тоже есть кейс, когда ребята вот так вот платили, среди моих подписчиков, и тоже получалось там найти работу, когда у них там полгодика уже насобиралось таких разных стажировок, и они уже проходили первичный фильтр рекрутера и могли что-то делать. Да, есть способы накрутки опыта, мы про них не будем говорить, я в целом это не поддерживаю, но если вам интересно, можете почитать, поискать, поискать сообщества, которые этим занимаются, и может быть вы там что-то накрутите, но это способ, который я не рекомендую делать, я все-таки за честные способы получения первого опыта, и, наверное, на этом все, больше не буду продолжать эту тему. Как искать стажировки? Есть различные, например, телеграм-каналы, в том числе у меня есть телеграм-канал по стажировке, можете там где-нибудь в описании ролика поискать, а Джинахаб есть у меня для всех условно начинающих специалистов по разным направлениям, там тоже есть отдельный топик со стажировками, и другие есть каналы, тоже можно, я думаю, найти без проблем. Далее, помимо стажировок могут быть пэт-проекты. Что такое пэт-проекты? Условно, есть, например, разработчик либо группа разработчиков, которые отдельно от работы время создают свой пэт-проект. Пэт это как домашний питомец, то есть проект домашний питомец. И этот проект в будущем может, например, стать стартапом вполне. И вот такие пэт-проекты, ввиду того, что это как бы такая инициатива со стороны разработчиков, обычно не имеющая большого бюджета и так далее, могут нанимать, искать людей тоже, которые будут помогать там тестировать, к примеру. Поэтому пэт-проекты мы тоже ищем, тоже есть в Джинахабе, про который я уже говорил, отдельный топик с пэт-проектами, либо же в Линтыне очень часто пишут про пэт-проекты, либо ваши знакомые, к примеру, либо еще где-то в соцсетях. То есть ищем пэт-проекты, не боимся, участвуем в них, потом этот опыт тоже можем добавлять в свое резюме, либо там отдельно делать себе какую-нибудь подпись, блок проекта и писать, где вы там работали, какой прожиток времени. Волонтерство. Тоже есть волонтерские проекты, например, какое-то приложение разрабатывают около социальное, берут людей, опять же, краудтестинг такой минимальный получается, когда толпой тестируют. Вот тоже нет, наверное, большого бюджета, так как проект волонтерский, тоже можно в этом участвовать, тоже использовать там в проекте. Очень классно, если на каждом из вот этих вот этапов вам еще будут давать какое-то рекомендательное письмо, либо делать рекомендацию Валентина отдельно по поводу того, что вы проходили там какое-то обучение и в целом участвовали в таких проектах. Это будет подтверждением того, что вы в них были, да. И опять же, если хорошая рекомендация, то еще один плюсик к армии и к тому, что вас там заметят рекрутеры, нанимающие менеджеры и так далее. И фриланс есть, но фриланс, он распространен больше для специалистов с опытом, всякие, это уже консалтинг, то есть люди консультируют, настраивают процессы тестирования и так далее. Среди там новичков скорее вы не найдете нормальный фриланс-проект, либо будет очень большая конкуренция. Смотрите, какие-то стандартные там платформы по поиску фриланса. Я тут особо не подскажу, потому что в этом направлении не сильно сведусь. И есть краудтестинг, это всякие ютест, тест-айти и прочие платформы, когда условно есть международная платформа, где регистрируются различные компании, которым необходимо тоже провести тестирование. Возможно, у них нет бюджета на тестирование, либо же им удобнее набрать большое количество людей, которые там проведут эту работу. Вы можете там регистрируется и тоже участвовать в разных проектах. Это не так просто на самом деле, потому что там большая конкуренция среди индейцев, к примеру, англоязычных ребят из Западной Европы, потому что проекты в основном именно из этих локаций. Иногда бывает так, что есть привязка конкретной локации, нужно находиться именно там, территориально. Есть большие проблемы с выводом денег в ряде стран, поэтому тоже имейте это в виду, это не панацея. И сказать, что это прям суперкрутой плюс-поинт к резюме, который сделает вас самым вкусным кандидатом на рынке труда, я бы не сказал. То есть фриланс не всегда нанимающими менеджерами воспринимается позитивно, это тоже нужно знать. Я вам сейчас рассказал про различные варианты поиска опыта работы. Пожалуйста, пользуйтесь ими, добавляйте свое резюме, и я думаю, что что-то вам из этого может пригодиться. И это важно, потому что, как я уже сказал, вы, скорее всего, когда будете искать работу, увидите, что большинство вакансий требует опыт работы от полугода, а ряд вакансий вообще от года, даже на позиции каких-то начинающих специалистов. Если мы говорим уже про Джуна, потому что бытует как бы заблуждение, что Джун это тоже специалист без опыта, и там мы его берем тоже сразу после курсов. На самом деле это не так. Специалист без опыта это человек, который является стажером будущим, то есть который придет в стажировку и только после стажировки попадает на реальный проект и выполняет боевые задачи. Джун все-таки джуниор-специалист, он уже умеет эти боевые задачи выполнять. Да, его нужно направлять, но у него какой-то минимальный опыт работы есть, он понимает, как работает процесс, он уже поработал в реальной команде, потому что очень часто важно, чтобы был командный какой-то опыт решения проблем. И специалисты поэтому ищут именно с таким там опытом, опытом там полгода и каким-то бэкграундом. Тоже имейте, пожалуйста, это в виду. Окей, представим, что мы тут обучились, мы ищем работу, мы параллельно стажируемся. Нужно еще помнить о том, что если вы не применяете свои знания на практике, они очень быстро забываются. Я по себе сужу, я сейчас прохожу курс по автоматизации, если я делаю долгие перерывы там на пару недель, я ничего не помню. Мне приходится пересматривать все там заново. Это касается вообще любого там направления, в том числе и ручного тестирования, потому что объем информации очень большой, если мы говорим про там освоение новой профессии. Представьте, что вам за несколько месяцев нужно освоить программу какого-нибудь колледжа, не знаю, полугодового семестра, наверное, если даже не больше, если мы говорим про тестирование конкретно. Конечно, каша в голове есть, и если мы это не практикуем, то это все забывается. Поэтому помните о том, что если мы закончили курс, и мы ищем работу, нужно постоянно все повторять, обучаться и так далее. И в целом, на что бы я хотел сделать ваши акценты, даже не только в 2024 году, а вообще в целом, есть у нас несколько направлений. Это фронт-энд, бэк-энд в ручном тестировании. И у каждого из этого направлений есть какой-то набор технологий, который нужно знать. Поэтому определяйте, что вам более интересно. На самом деле, тестировщики ручные, они работают обычно со всеми двумя направлениями, но есть какой-то все равно вектор, то есть приоритет в работе, на проекте. Но я бы советовал вам на эти два направления, в любом случае, обращать внимание и разбираться с инструментами, которые есть, и постоянно тренироваться. Тренироваться можно в тренажерах. У меня есть тоже подборка тренажеров бесплатная, там 50 тренажеров различных, от разных компаний, школ и всех остальных, и же с ними. Можно зайти на мой сайт, в отдельную там вкладочку тренажер и посмотреть, что там есть, и тренироваться. Тестовые задания тоже можно выполнять от компаний. Опять же, тоже собирал недавно совсем тоже 50 тестовых заданий от разных компаний, которые дают до этапа прохождения интервью обычно тестовые задания, либо на каком-то из этапов интервью, в целом найма, скажем так, то тоже можно их выполнять, что-то делать, практиковаться, не забывать. Можете себе ввести какой-то там в практику, там раз в неделю я возвращаюсь к какой-то теме, можно сделать график. Можно пассивно эту информацию откуда-то брать, то есть читать просто статьи на хабре, к примеру. Это тоже позволяет вам не просто учить какую-то голую и сухую теорию, но и слушать каких-то практикующих специалистов, экспертов, которые свое мнение рассказывают и опыте применения той или иной технологии. И будет здорово, если будете это еще повторять, сами все у себя делать, налаживать и так далее. То есть эти направления мы рассматриваем. Автоматизация, тестирование. Я думаю, что уже все прекрасно понимают, что это не просто тренд, а скорее уже даже необходимость для многих тестировщиков. Да, вакансии на позицию ручных тестировщиков есть, и в целом людей еще ищут на эти позиции. Не всегда автоматизация – это панацея, но нужно понимать, если у вас есть этот навык в портфолио, то это уже большой плюс для вас и открывает намного больше возможностей, чем просто ручное тестирование. Плюс там денег больше получают. Но я вам этого не говорил. В общем, автоматизацию тестирования тоже было бы здорово включать в свой план обучения в дальнейшем даже. Может быть, сейчас вы будете больше уделять времени фронт-энду, бэк-энду именно в ручном тестировании, повторять теорию тестирования, потому что это тоже важно для начинающих специалистов. Большинство вопросов на собеседовании связано конкретно с теорией тестирования. Но и в то же время, помните о том, что на каком-то из этапов, скорее всего, вам пригодятся знания автоматизации. Вам не нужно сейчас там прям полностью остановиться автоматизатором-тестировщиком, но можно, к примеру, начать изучать основы языка программирования и автоматизировать простые задачи, изучать какой-то простой фреймворк, типа там JS и Cypress, к примеру, либо Python, Paytest, что-нибудь такое вот взять и попробовать просто изучить и базово там понастраивать какую-то автоматизацию простейшую. То есть это тоже и тренд, и нужно понимать, что на каком-то из этапов это станет обязательным требованием для тестировщика. Плюс, но не забываем про всякие ИИ, они последний год все бьют рекорды, все про них говорят на конференциях постоянно, последних, на которые я слушал, смотрел по тестированию, все тоже разговаривали про чат GPT, про его применение и так далее. Поэтому тоже изучайте, регистрируйтесь, пробуйте различные промпты, то есть писать разные запросы именно к чату GPT, тренироваться, использовать его в различных там аспектах обучения либо работы. Но тоже не забывайте о том, что чат GPT это, как и автоматизация, не панацея, он делает ошибки. Для людей, которые только начинают изучать тестирование, это не самый полезный инструмент, ввиду того, что вам могут исказить факты, которые есть вообще в теории, да и не только в теории, в практике. Он не всегда идет по самым простым путям решения проблемы, усложняет многие вещи. То есть я бы поначалу все-таки советовал вам изучать что-то по каноническим каким-то материалам, по курсам, по книгам, по общедоступному материалу, который уже всем известен, и он имеет какую-то репутацию в сообществе тестировщиков. А чат GPT использовать просто как инструмент для закрепления знаний, возможно, упрощения каких-то рутинных операций, которые вы делаете. Но когда вы только научите эти рутинные операции, сами делать. К примеру, сразу просить писать тест-кейсы и чат GPT, не разобравшись в том, как это делается, и самому не набив руку, это плохая затея. Там условно начинать автоматизировать тоже, просто используя промты к чату GPT, но не понимая, как работает язык, это тоже дурная затея. То есть изначально изучаем какую-то базу, потом уже работаем с этим инструментом и используем его именно как поддержку. Он не заменяет вас как специалиста, и не стоит его бояться. В целом, ему еще очень далеко до этого. Пока чат GPT не сможет требования заказчика выполнять на 100% без разработчиков, тестировщиков и всей команды, он будет точно не заменой отделу тестирования либо отделу разработки внутри компании. Так что можете не переживать, это наступит еще не скоро, может вообще не наступит. В общем, такие вот тренды, на что вам стоит обратить внимание и в целом понимать сам процесс того, с чего можно начать. То есть сначала мы обучаемся, платные и бесплатные альтернативы. Далее мы ищем опыт и параллельно ищем работу, там стажировки, подпроекты фриланс. Работу мы ищем не только на агрегаторах вакансий, размещаем резюме, но и пытаемся настроить свой минимальный нетворкинг и ищем полезные какие-то связи, контактов. И не забываем о том, что нужно всегда поддерживать свои знания и тоже изучать информацию из различных источников, чтобы она не забывалась и вы узнали постоянно что-то новое. В целом, если вы выбираете для себя работу тестировщиком, в 2024 году, да вообще в любом году, то вы должны понимать, что постоянное обучение, оно будет с вами по жизни. То есть мы уже от него не отвяжемся, и это становится нашим лучшим другом. Главное тоже правильно потреблять. И потреблять все подряд, и делать все дозированно. Только то, что действительно приоритетно сейчас, в данный конкретный момент для вас, иначе вы просто выгорите даже на этапе поиска работы и своего места под солнцем. Раз такая тема пошла, и у нас скоро Новый год, я хочу вас поздравить с этим наступающим праздником, в целом пожелать, чтобы этот Новый год был намного лучше, чем предыдущие, наверное, три, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы вы все не болели, и чтобы те, кто действительно хочет стать тестировщиком в 2024 году, обрели для себя это новое место и в целом развивались по жизни, не стояли на месте, даже если вы не станете тестировщиком, не расстраивайтесь, все впереди, я думаю, есть большое количество других различных альтернатив и направлений, которые могут вас заинтересовать и быть полезными. В общем, увидимся в новом году, в новых видео, в новых форматах, в новых эфирах. До скорых встреч, друзья!